Алиса Вопреки расхожему мнению, и библиотекари, и детские психологи хором утверждают, современные дети читают. Вот только чаще предпочитают новых авторов, а не признанных мастеров приключений, вроде Жуля Верна или Фенимора Купера, чей размеренный темп ритма давно не соответствует клиповому мышлению современных подростков. Я думаю, переживать особо не стоит, потому что уж очень сильно современная жизнь отличается от того, о чем они писали. Если, грубо говоря, предыдущие поколения до интернета еще куда бедно могли бы примерно понять, о чем там писалось, почувствовать это на своем опыте, то сейчас поколения, которые растят тревожные родители, не пускающие никуда без телефона, ну какие там приключения, ну честное слово. Да и библиотеки от жизни не отстают. Готовы предоставить читателям как современное пространство, так и достойное наполнение. Для малышей здесь есть книги с запахами. Стоит потереть картинку, на которой нарисован пирог, и воздух наполнит аромат выпечки. Для тех, кто пока читать не умеет, в библиотеке есть вимельбухи. Вимельбухи – это книжки-картинки, которые не имеют текста, но это книжки, с которых может начать свою любовь к литературе, воспитание любви к литературе, даже самые маленькие ребята, которые еще не умеют читать. То есть совместно с родителями они эти книжки разглядывают, рассматривают. У младших и средних школьников популярны книги армянского автора Нарине Абгарян, ее серия про шоколадного дедушку и Манюне. Любят они и сказки Свена Нурквиста о приключениях кота. Из отечественных авторов популярны Ирина Зартайская и Сергей Георгиев, читают и самарского автора Викторию Лидерман. Ее книги сейчас переводят на разные языки мира, а по сюжету произведения «Календарь Майя» снимается фильм. Что касается подростков, то они порой приходят в библиотеку, чтобы почитать книги по совету своих родителей, но чаще предпочитают фэнтези или книги о сверстниках. Современные подростки любят рассказы, в которых написано о таких же детях, как и они сами. Все-таки, да, классический язык литературы, он уже немного уходит от восприятия детьми. Им хочется, чтобы с ними говорили на их языке, им были знакомы слова, им были знакомы проблемы. Хотя они и актуальны, и в классической литературе, но все-таки подростки есть подростки. Литература все-таки современная, да, вытесняет классику и пользуется большим спросом, чтобы быть на волне со своими сверстниками, чтобы быть в курсе новинок и понимать язык современных авторов, на котором как раз-таки и говорят подростки. Старшие школьники увлеченно читают детективы Екатерины Вильмонт и фантастические детективные истории Александра Иванова. Книги Натальи Щерба, а также серию популярных книг Часадеи и серию Эрина Хантера о котах и воителях. Детям и подросткам нужно пробовать для них находить такие произведения, которые их заинтересуют. И тут же важно не само качество самого произведения, потому что великолепные глубокие произведения, если прочтет человек, не готовый к этому, ну для него это будет скука и нудятина. Он не увидит в содержании ничего такого, чтобы как-то отражалось в его жизни. Возможно, стоит готовить на более простых произведениях и самое главное учить задавать вопросы тексту, учить осмыслять его. Некоторые подростки предпочитают не столько читать, сколько писать фанфики и фэндомы. Это их собственное продолжение истории на основе определенных миров, к примеру, Гарри Поттера или Звездных войн. Когда серия книг заканчивается, а юные читатели не готовы прощаться с полюбившимися героями, на свет появляются фанфики. Подростки выкладывают их на специальные ресурсы в интернете, где их могут почитать все желающие. Это такая платформа для общения по интересам. Сейчас огромное количество альтернатив. И раньше, грубо говоря, молодой человек из скуки мог начинать читать все, что угодно, все, что попадется под руку. Сейчас он залезет в интернет и найдет то, что ему по душе. Сейчас основная проблема, на мой взгляд, в том, чтобы пробудить интерес к чтению. Особый интерес у современных подростков вызывает манго. Это японские комиксы – огромный пласт современной японской культуры. В стране восходящего солнца они появились в послевоенные годы, изначально в черно-белом формате. А в России на пике популярности оказались только сейчас, когда превратились в красочные рисунки. Этот пласт увлечения японской культуры длится с моего детства. Я сам вырос, читая манго и смотря аниме. Не знаю, что здесь такого необычного. Это просто тоже культура, просто она преподнесена более ярко и красочно, что ли. А содержание там бывает такое же разное, как и где угодно. Японцы очень хорошо научились передавать динамику. То есть там очень интенсивно передается движение, развитие сюжета, и персонажей создают скорее больше ярких, чем реалистичных. А такие персонажи, про них интереснее смотреть. Библиотеки готовы предоставить нужные книги студентам. А если их не оказалось на полках, в Центральной детской библиотеке предоставят бесплатный доступ к фондам электронных библиотек разного уровня. Книги можно будет почитать, удобно расположившись в кресле груши с ноутбуком. Редактор субтитров А.Семкин